Я вам просто расскажу один вариант, чтобы вы знали, как бывает, который мне сейчас вспомнился просто в память. Один человек прошел больше десятка концлагерей и остался жив. Потом его посадили на баржу для того, чтобы утопить ее со всеми узниками, которые там были. И он просто все это время молился. Понимаете, эту баржу не успели утопить. Пришла подмога, как бы, и освободили. Но это не вся история про этого человека. Этот человек, ну, прошел это все в молодом возрасте. И когда война закончилась, ему было 33 года. И вот в этом возрасте он начал заниматься спортивной гимнастикой и завоевал 5 золотых медалей. 33 года начать заниматься гимнастикой. Люди с 10 лет, там, с 8 лет занимаются. С 7, с 5 лет тогда добиваются. Он добился за 2 года этого всего. Я просто вам рассказываю о людях. Человек прошел, если человек прошел больше десятка концлагерей, то дальше что будет? Он просто будет ходячим трупом. А этот человек стал чемпионом мира. Я просто привожу пример, чтобы вы знали, какие люди бывают. Не думайте, что невозможно. Вот концлагерь означает невозможно. На самом деле все возможно. Было бы правильное настроение в вашем сердце. Человек, который сдается по отношению к судьбе, он ей проигрывает. Давайте приведем пример. Допустим, вы пришли к врачу, и врач вам сказал, да, вот это вот ваше заболевание суставов, оно неизлечимая болезнь, и вы ничего не сделаете. Калите всю жизнь уколы. У меня к вам вопрос. Промоделируйте для себя ситуацию. Вот если вы поверили этому врачу, готовьтесь к земле, потому что вы сдались перед своей судьбой, означает скоро помирать. Я вам точно говорю, на сто процентов. Понимаете, если же вы сказали себе, а я не верю, то дальше идет победа над судьбой. Любой человек может победить все, что угодно. Даже если у человека рак четвертой степени, и он не сдается, а у тела у него не способна вылечить эту болезнь, то человек, который пытается даже в этом случае победить судьбу, он получает знание о том, что он является вечной душой, и в момент ухода из тела он думает о Боге и получает освобождение вообще от всех материальных страданий. В результате можно победить судьбу в этой жизни, а можно вообще ее просто победить. Пару дней назад одна пожилая женщина в возрасте 80 с чем-то лет ушла из жизни, сильно сосредоточившись на Бога. Я посмотрел в своей памяти, куда она пошла, и увидел, что она, похоже, освободится от материального существования, получит духовное тело, уйдет в духовный мир, там нет страданий, там нет смерти, там нет старости. Представляете, как люди иногда уходят из жизни? Поэтому сама смерть даже не является проблемой для тех, кто победил смерть. Понимаете, побеждать ее надо в этой жизни, и побеждается она с помощью веры, с помощью чистого светлого чувства, с помощью радости, не с помощью печали, тоски и грусти. Печаль, тоска, грусть, ощущение обиды означает проигрыш по отношению к судьбе. И только означает одну вещь, у вас просто нет силы оторваться от проблемы и наполниться. А это означает, что ваше сердце скупое, оно не хочет, оно капризничает, оно говорит, только так я хочу быть счастливым, и все. Один мужчина, он абсолютно был уверен на сто процентов, что тот человек, который от него ушел, является самым лучшим, и никаких вариантов больше в его судьбе быть не может. Просто был уверен на все сто процентов. Понимаете? Но когда Бог ему дал другого человека, то он очень сильно удивился этому. Знаете, почему Бог ему дал другого человека? Потому что этот человек воспрял духом. У него хоть в сердце было чувство, что он лучше себе никогда не найдет, он все равно решил жить хотя бы для Бога. И начал просто молитву, жить для Бога. И в этот момент он получил не только Бога, а себе намного-намного лучше жену. Понимаете? Если вы думаете, что в вашей жизни не может быть ничего лучшего, то это просто ваше измышление. Еще раз повторяю, даже на смертном одре человек может получить больше, чем мы себе можем представить. А бывает и совсем не так. Я когда жил в Индии в молодом возрасте, то есть я в возрасте 28 лет, поехал в святое место для того, чтобы работать в госписи. Госписи — это такое место, где люди уходят из жизни. Ну, то есть там, в святое место, туда приезжали люди уходить из жизни глубоко верующие. И я знаю много интересных случаев. Один из них я вам сейчас расскажу. Туда приехала одна девушка в возрасте 20 с лишним лет. Я не помню точно, сколько ей было лет. У нее был рак крови. Вы знаете, что такое рак крови, особенно в молодом возрасте? Это суши весну. Вот. И это такая болезнь, что человек живет, живет нормально до очередного выброса лейкоцитов. Этот очередной выброс в кровь лейкоцитов сильно уменьшает количество кислорода в крови. И в какой-то очередной выброс человек просто погибает. И все. И вот она так жила. Что она делала? Она перестала лечиться. Она приехала уходить из жизни. Она перестала лечиться. Целыми днями просто была на природе, на свежем воздухе. Читала молитву. Стала счастливой, жизнерадостной, всех любить. Всегда улыбалась. Я всех, сколько я не вижу, она все время улыбалась. Смотрит и радостная такая. Как будто она не болеет вообще. Просто всех любила, всем улыбалась. Постоянно молилась. Приняла свою судьбу. Согласилась со смертью. В результате я видел это своими вот этими глазами. В какой-то момент она начала розоветь. Я говорю, посмотри на себя. Что-то какая-то такая стала симпатичненькая. Она говорит, я не знаю, я не думаю об этом. Все время молится. Прошло полгода. Она подходит ко мне и говорит, что-то у меня приступы закончились. Я говорю, давай сдадим анализы крови. Она такая думала, думала, ходила. Пошла, сдала анализы. Рака крови нет. Но это еще не вся история. Буквально через пару недель после этого она познакомилась вот с таким вот возвышенным человеком. И вышла за него замуж. То есть она приехала умирать. Сдала там свои экзамены. А если человек сдал экзамены, зачем ему умирать? Надо жить дальше. Бог подарил ей новую жизнь. Такое тоже бывает. Бывают и другие случаи, когда люди умирают в том месте с улыбкой на лице. И сияние исходит от их лица в момент смерти. И это тоже означает новая жизнь. Потому что человек живет вечно, понимаете? Тело все время меняется. Мы были маленькими. Сейчас большие. Тело поменялось. Я тот же самый человек, тело другое. Точно так же, когда человек получает новое тело. После смерти этого тела он никуда не делся, этот человек. Жизнь имеет вечную природу. Поэтому побеждайте свою судьбу. Не надо прокисать.